Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам с большим удовольствием представляю научно-популярную книгу Фолькера Артса, которая называется «Умные растения». Эта книжка меня радует тем, что я ботаник и по способу жизни, и по образованию. В этой книжке речь идет именно о растениях. Автор доказывает одну очень простую вещь – растения живые, растения умеют чувствовать боль, общаются и адаптируются к окружающей среде. Эту книжку советую прочитать всем вегетарианцам, которые вегетарианцы не по предписанию врача, а потому что не хотят починять боль. Так вот, очень важно, когда вы кушаете салатик, нарезаете его ножичком, салатик на самом деле кричит всем вокруг о том, что ему очень больно. Просто он это делает не при помощи звуков, а при помощи феромонов. Это довольно неприятная история. К сожалению, если мы хотим кушать, то вот так приходится чем-то жертвовать. Автор – это по-настоящему хорошая научно-популярная книжка, потому что в основе всех заключений положены эксперименты, и эксперименты достаточно подробно описываются в этой книжке. Автор доказывает о том, как растения умеют приспосабливаться. Все мы знаем лилии – это красивые, ароматные цветы. Так вот, лилейные – это эволюционно самые совершенные растения. Они научились приручать каждый отдельный вид насекомых, научились делать так, чтобы насекомые опыляли каждый отдельный цветок. По каждой отдельной цветке есть свой определенный вид насекомого. Насекомые могут собирать нектар, размножаться только при помощи лилейных. Лилейные опыляются при помощи определенного вида насекомых. В Австралии делали загоны, и скот питался растениями, которые растут, и очень быстро начинал вымирать. И никто не мог понять, почему. Оказалось, все очень просто. Когда коровки поедают кусты, кусты выделяют определенные феромоны, сообщают своим друзьям об опасности. И благодаря этим феромонам растения начинали вырабатывать токсичные вещества. Растения умеют общаться и делиться информацией друг с дружком. Мало того, растения это не только такие красивые штуки, которые перерабатывают углекислый газ и солнышко в кислород. Растения могут быть достаточно плотоядными. Вот позвольте я вам приведу цитату. Пузырчатка добывает свой мясной рацион под водой, придерживая стратегии рыб камней. Она засасывает свою добычу с невероятной скоростью, примерно за 2 миллисекунды, а то и быстрее. Никогда бы не подумал, что медленное растение способно на что-то быстрое. Но на самом деле нет. Книга потрясающая тем, что переворачивает ваше представление о растительном мире, делает его больше и интереснее.